Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И я напоминаю, если вы любите рисовать, рисуйте сказку и присылайте нам в официальную группу ВКонтакте Детки-непоседки, родители обязательно вам помогут это сделать. А у нас хорошая новость. У нас есть три победителя. Это девчонки, которые первыми нарисовали сказку и прислали к нам в группу. Это Машенька Романенко. Она нарисовала сказку Колобок. Надя Гайдук нарисовала прекрасную Рапунцель. А Настенька Абрамович нарисовала бедокура. Эти ребята будут награждены. А с вами, мои маленькие зрители, мы будем читать новую сказку на ночь. Кстати, эту сказочку вы тоже можете нарисовать. Сказка называется «Кот в сапогах». Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо поглотили все их небогатое наследство. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. Братья, говорил он, могут честно заработать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что останется и станется со мной? Как я съем своего кота или сделаю из его шкурки муфточку? Прямо хоть с голоду помирай. Кот услыхал эти слова и виду не подал, а спокойно сказал и рассудительно. «Не печальтесь, хозяин, дайте-ка мне мешок и закажите пару сапог, мяу, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уже обидели, как вам это сейчас кажется, мяу». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде. Ну что, мои маленькие друзья, продолжение сказочки мы с вами будем читать завтра. А сейчас садитесь поудобней, мы будем с вами смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи!